В Госдуме озаботились игрушечными детскими танками, стилизованными под натовские бронемашины, маленькие такие абрамсы и леопардики, ага, пластиковые, так вот глава комитета по вопросам семьи Астанина, увидела в игрушках угрозу стране ни больше ни меньше и призвала запретить продавать такие машинки, вы думаете? И сейчас как раз о запрете продажи речи пока не идёт, продавать можно, но только если игрушки будут побуждать у ребёнка желание их уничтожить Сюр какой-то, блин Знаете, я если честно не понимаю, как оно и вообще комментировать, потому что ну это же бред, не про данного фрика сейчас говорю, хотя и про него тоже надо сказать А впрочем, с этим и так всё понятно, но я всё-таки о депутатах, им вообще заняться нечем Все проблемы нахрен решили, из кризиса страну вывели, с минимальными потерями можно начинать заниматься игрушечными танками Совсем с ума сошла эта Астанина, маразм весь мозг сожрал, так я подскажу, что тебе как депутату можно сделать, подкину работой, так сказать, пожалуйста Государственные пропагандисты, между прочим, обоном кричат у себя в эфире, внимание на экран Попробуй набери её тут воду Хоть снег топи, сетуют жители Красной Горки С прошлого лета одна за одной в селе закрываются колонки с водой Предположительно, селя не называют виновного Перекрывает у нас депутат сельского поселения, потому что он так хочет, получается Потому что он отчитывается начальству и говорит, что у нас в сельской местности у всех вода проведена в доме А это на самом деле не так Больше половины селян – это пенсионеры Подвезти воду в дом – непозволительная роскошь Татьяна Адамовна ежедневно наматывает километры в поисках рабочей колонки Знаешь, звучит как ахренная идея! Вот, займитесь чем-то полезным, езжайте в эту Омскую область и разберитесь на месте Люди без воды сидят, потому что какой-то хмырь, такой же депутат, как Астанина Не хочет портить отчётность, рисует бумажки, по которым якобы посёлок к центральному водоснабжению подключён Надели фигу с дрыгой Однако вместо того, чтобы решать конкретные проблемы Бездельники, протирающие штаны в думских креслах, фигнёй страдают Танки мы сейчас игрушечные запрещать начнём, потому как угрозу безопасности страны Они к себе несут простой вопрос А если этот посёлок завтра завшивит, или там какая-нибудь кишечная палочка распространяться начнёт Ничего страшного не случится, это ни разу никакая не угроза безопасности Вот зла уже не хватает, честное слово, гнать всех этих пенсионеров, маразматиков из думы пора Совсем рехнулись, потому что от безделия это реальная журналистика После небольшого перерыва мы снова с вами, ну я живой человек Иногда болею, например, поехали Хотя, если быть до конца честным, то проблем у нас хватает и без посёлка в Омской области Кризис, вызванный санкциями, постепенно догоняет страну Вот, буквально завтра, 5 февраля, в силу вступает очередной Я уже сбился со счёта, какой пакет, по которому эмбарго накладывается на импорт из России Теперь ещё и нефтепродуктов Вот тут нужно пояснение С сырой нефтью вы историю помните, да? Её импорт запретили чуть раньше, в декабре Но российские предприниматели тогда придумали, как вывернуться Раз, нельзя продавать сырьё, хорошо Будем перегонять эту нефть во что-нибудь, в какое-нибудь условное дизельное топливо И, в общем, таким образом спасали Вот только завтра всё, и эта лазейка закроется То есть продолжаем терять рынки сбыта Продолжаем терять деньги Крупнейшие НПЗ уже объявили, будут сокращать производственные мощности А что значит это? Особенно для простых граждан, правильно Нас ждут массовые увольнения Причём на этот раз действительно массовые В одной только нефтянке Я вот прям про перегонные заводы сейчас говорю Работает 120 тысяч человек по официальным данным Но прилетит-то ведь И всем смежникам по всей цепочке РЖД, транспортные, обслуживающие компании и бла-бла-бла Всем достанется Миллионы останутся за бортом без работы Без средств к существованию В лучшем случае нам рот этих людей посарят Как в пандемию Но и то Это ведь на какой-то непродолжительный отрезок времени А дальше им что делать? Санкции в отношении нефтепродуктов, которые Россия традиционно вывозила в Европу Окажут куда большее влияние, чем эмбарго на нефть Ибо собрать для них теневой флот для экспорта в страны Востока едва ли получится В 2022 году Россия в среднем экспортировала около 1,2 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки Так вот, закрытый европейский рынок с февраля 5-го Обрушит объемы примерно в 5 раз Производить нефтепродукты на склад Россия не сможет Потому что нет такого резервуарного парка, куда можно залить непроданное Троллейбус горит Конечно, я догадываюсь, какие комментарии прямо сейчас Начнут строги острочить безголовые зетики Ой да господи Че, мы этих пугалок что ли не слышали? Подумаешь, европейские рынки потеряли Мы без них обойдемся Вон, в Китай, в Индию свои углеводороды и нефтепродукты начнем продавать Вот только это миф, который, как обычно, навязали недалеким, а недалеким и неумным вонькам пропагандисты Что думаете, в Китае или там в Индии дураки сидят? Они не знают о проблемах российских нефтяников? Ага, так же, как и ты, только Киселевой слушают Совпадение? Да, совпадение Да нет, все они знают и прекрасно понимают Ну хотя бы, что у нас других покупателей не остается Они чуть ли не единственные А потому можно требовать гигантские скидки и преференции Не просить, как раньше А именно требовать Ну или ешьте свою нефть сами Поэтому сделки с восточным соседом будут априори невыгодны для российской экономики А если еще учесть, что с китайцами и индусами у скреп державы логистика отсутствует от слова вообще, добавьте туда же Сумасшедшие расходы на транспортировку Сейчас я вам покажу, как эта нефть поедет в Индию Например, режиссер мне, я думаю, поможет через северные моря Огибая всю Европу, вот туда, через Средиземное море Во Мумбай, через пол земного шара Тот танкер протащить нужно Как думаете, дешево ли это стоит? Поэтому, ну что мы там наторгуем-то с тем Китаем или с той Индией? Слезы, особенно на начальном этапе Да и не только в этом дело, если честно Когда ты попадаешь под санкции, возрастает риск работы с тобой И раз риск, то все требуют с тебя большего дисконта И покупатели, которые боятся, что нефть не дойдет И перевозчики Поэтому Россия сейчас пытается некоторым образом купить себе какие-то дополнительные танкеры Страховать танкеры в российских страховых компаниях Но вот мы уже знаем, что Китай, скажем, и Индия не очень хотят пускать в свои порты Корабли, застрахованные российскими страховщиками Банк тебя! Что еще важно знать об этой ситуации Так это каким образом продаются углеводороды Как раз в копилочку патриотов Кричащих на каждом углу Ну покупают же наши энергоресурсы В прошлом году он Не взирая на санкции На 20% больше продали Чем даже в 21-м В смысле году Значит не работает эта санкционная фигня Газ не вкачается Деньги летят к нам на счета Вот только я вас снова расстрою, ребятишки Купить баррель мефки Это не в магазин завернуть Когда на кассе рассчитался, завалил ту бочку на спину Пошел домой Углеводороды торгуются через товарно-сырьевые биржи По крайней мере так было до начала известных событий Биржа придавала сделкам максимальную прозрачность Всегда можно было отследить куда, сколько, кем И когда продано, где отгружено, какая сумма от этой сделки получена Но это не точно Весной прошлого года в нефтегазовой отрасли РФ Произошли кое-какие изменения Не очень хорошие, кстати, для нас с вами Тогда как раз стало окончательно понятно Что СВО перейдет в стадию затяжной экономической войны с Западом Жрите, жрите А война идет Война, война за Россию Матушка И вот же ж, блин, тогда же Федеральная таможенная служба почему-то прекратила публиковать любую статистику По экспорту углеводородов Вы будете смеяться Но с прошлой весны нет точных данных О том, в каких объемах, на какие суммы Россия на самом деле продала энергоресурсов Про всякие обходные маневры Да вот только что рассказал То есть целой отрасли системы, образующей на минуточку Начались раздра и шатания И продолжаются уже почти год Официальная версия, что бы никто не догадался И враги в том числе, но Меня опять терзают смутные сомнения Вот, и меня тоже в этой же связи Начали терзать смутные сомнения Объясню Мы же с вами в России живем Где коррупция поглотила всех и вся Где жулик сидит на жулике и жуликом погоняет А теперь представьте, что на фоне всей этой прелести Под предлогом национальных интересов Кому-то и правда Может обломиться нехилый такой карт-бланш Кому-то могут разрешить Возить ту нефть и те нефтепродукты Фиг знает куда Фиг знает какими путями Продавать пофиг знает каким ценам С любыми дисконтами Я очень хочу ошибиться, честное слово, но Что-то мне подсказывает Что огромное количество нашего черного золота При таких-то раскладах Тупо начнет уходить налево Минуя бюджеты, налоги и все остальное Ну было же уже так В 90-е, когда тонны углеводородов И не только углеводородов Вообще полезных ископаемых По липовым документам утекали За бугор, а страна в это время голодала Те, кто застали данный период, хорошо помнят Как люди не получали зарплату месяцами Как в буквальном смысле слова Приходилось выживать Даже явное помню Я как раз в 92-м в Суборовское Поступал по настоянию отца Он мне прямым текстом сказал Саш, ну ты там хотя бы одет Обутно кормлен будешь Не платят нам, блин, с матерью совсем Отец к слову До того как работал инженером В НИИ энергоцвет Меомед очень завидная должность была Пришлось перейти в охранники Там хоть какие-то копейки выплачивали Потому что ну так же ведь было-то, нет Нам пенсию и нормальную давали Все, мы не можем жить А кто-то другой в это время харю себе наедал Не для всех 90-е стали голодными Для большинства да Отдельные индивидуумы Вчерашние консомольцы Или там партфункционеры Валюту пачками разбрасывали В ресторанах, например Я к чему вам все это сегодня рассказал И к тому, что история, она вообще циклична Если история это ничему людей не научила Она будет повторяться До тех пор, пока мы не усвоим урок Не надо мне говорить Постоянно нагнетают Не так давно Ведь все это с нами произошло В результате потеряли страну А вместе со страной все остальное Но в 90-е-то люди жили в неведении И тогда не было интернета Не было тех, кто мог подсказать Мы по собственной глупости Дремучести подарили Все каким-то жуликам Которые, к слову, и сегодня во власти Продолжают потирать руки Поговаривая Можем повторить А вы-то сами Повторить хотите? Нет? Все! Переваривать Это была реальная журналистика Сегодня вот так Подписывайтесь на канал Проверяйте подписку Иногда слетает В соцсетях тоже жду Напомню Во ВКонтакте В Однокласснике Через VPN Зато на всех остальных площадках Без ограничений Друзья, добавляйте С темы предлагайте Поднимем Обсудим Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»